Анна Максакова И работать именно в местах лишения свободы решила сознательно, сразу после института. Признается, вначале было страшно, но и это быстро прошло. Есть такие ребята, у которых все в принципе успешно складывается, они выходят на свободу. Если тем более семья помогает и поддерживает, то в принципе есть все шансы успешно адаптироваться и хорошо устроить свою жизнь. Удачно. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю большая часть персонала – женщины. Это медики, психологи, сотрудники канцелярии, но есть и те, кто работает непосредственно на передовой. Они выполняют различные функции, как я уже перечислил, но в то же время стоят и как сотрудники охраны. То есть стоят на вышках, охраняют, как мы называемый, последний рубеж, чтобы тот осужденный, если замыслит какие-то неправильные преступные действия, покинуть территорию учреждения, будет пресекаться с помощью огнестрельного оружия. Такие случаи у нас были. В службе конвоирования заключенных сотрудники-кинологи всегда женщины. Этим специалистам приходится не только охранять преступников в дороге. Они могут оказать и психологическую, и первую медицинскую помощь. А иногда действовать приходится и вовсе в экстремальных условиях. При конвоировании она находится рядом со мной, она смотрит за передвижением обязательно. То есть собаку учат наблюдать за окружающим пространством. И если что-то выходит из рамок ее представления о норме, она об этом сообщает лаем. С четвероногими спасателями работают и сотрудницы МЧС России по Приморию. В этом очень мужском ведомстве также много женщин. Со своими подопечными они возятся практически 24 часа в сутки. Собака почти как ребенок. Внимание требует не меньше, а иногда и больше, говорят кинологи. Поэтому на работе этим женщинам приходится проводить гораздо больше времени, нежели дома. Мы стараемся еженедельно проводить тренировки различной направленности. То есть иногда это закапывание под снег, иногда это просто игровые мероприятия для того, чтобы собака почувствовала какой-то драйв и азарт. Летом мы прячемся в густой растительности, что тоже не всегда легко для собаки. Очень сложно передвигаться по густым каким-то зарослям. Начиная с 20 века понятие «мужская профессия» становится скорее условностью. Здесь можно вспомнить нашу знаменитую соотечественницу, первую женщину, капитана дальнего плавания Анну Щетинину. И даже в истории знаменитого дальневосточного китобойного промысла присутствуют не только мужчины. Валентина Орликова – единственная женщина, капитан китобойного судна. Такими командирами до сих пор восторгаются мужчины, которые знали этих женщин лично. И она пришла на китобойном судне «Шторм», бывший американский тральщик, для того, чтобы забрать нас, собрать и отвезти во Владивосток на парад. Женщины сегодня все чаще хотят реализовать себя не в традиционных женских ипостасях, а в сферах, которые требуют специального образования, подготовки, энергии и способностей. И это у них получается не просто хорошо, а отлично. Светлана Садовая, новости на восьмом.